Доброе утро, уважаемые трейдеры! В основном это инструменты валютного рынка. Мы обращаем также внимание и на фондовый рынок. Производные инструменты тоже есть, но они используются нами больше для того, чтобы объяснить определенные движения, которые могут происходить в фондовой секции и на рынке форекс. Ну и также следим за сырьем. Друзья, сразу хочется сказать, что сегодня трейдеры участвуют, что на выходных Трамп все же отдал решение, точнее даже не на выходных, а если ориентироваться на часовой пояс США, все же это событие завершения торговой сессии. Пятница отдал этот приказ нанести ракетный удар по определенным базам сирийским. Соответственно, как только эта новость пришла на рынки, торги уже не велись. И все выходные все, кому не лень, обсуждали, какое же страшное. Нас ждет открытие понедельника, поскольку все прочие безумные гэпы, потому что речь идет о военном конфликте. В этот раз в этом конфликте участвуют сразу несколько регионов, то есть США не в одиночку использовали, скажем, такую военную агрессию. К ним примкнула Франция, собственно, также США поддержала Великобританию. Это удар против Сирии и, соответственно, против и по союзникам Сирии, которым, как вы знаете, относятся Россия и Ира. Поэтому очень далеко в плане возможных последствий аналитики, эксперты зашли. Но мы уже говорим о том, что сессия торговая началась и довольно, скажем, спокойно. Бывали и более крутые гэпы на менее серьезных новостных событиях. Может быть, это не совсем то, на что настраивались трейдеры, которые поставили, к примеру, на рост котировок нефти на закрытие прошлой недели, где поставили на ослабление рубля, хотя через 30 минут стартуют торги. И в рамках российских валютных реалий ситуация может быть не совсем радужной, потому что рубль провалился еще две недели назад на очередном витке санкций. И мы знаем то, что Штаты также на этих выходных приняли решение расширить санкционные меры против российских стран. Поэтому, возможно, сегодня фондовому рынку России придется поработать с довольно таким нехилым негативом. И не хочется каркать, и, безусловно, не хочется портить настроение тем, кто начал российский фондовый рынок покупать, что может и наступить еще один черный понедельник. Ну, посмотрим, друзья, совсем скоро. Я надеюсь, что какого-то сверхнегативного сценария удастся избежать, потому что тривиальные вещи, санкции, проблемы, которые есть у российской экономики, проблемы, связанные с эскалацией напряженности в отношениях с Западом, ну, это то, с чем мы работаем уже даже не один месяц, а много лет. И, наверное, нужно уже смириться и уж точно не искать в этом каких-то новых драйверов. Просто нужно просто понять, куда может дойти российская экономика, к чему, что может произойти с рублем с учетом вот этого фундаментального наследия. Об этом мы с вами уже говорили очень много, поэтому я всегда призывал, мотивировал вас на то, что рубль нужно рассматривать с точки зрения продаж против основных конкурентов. И вот сейчас, когда у нас новая реальность уже, буквально в наших терминалах, в наших мониторах рубль 63 за 1 доллар, я уверен, что будет и больше, мы лишь констатируем достигнутые цели, даже в перевыполнении всех планов, и все равно понимаем, что без изменения системного в российской экономике у рубля не будет шансов вернуться ниже 60 против американцев. Ситуация усугубляется еще и тем, что рубль котируется на таких страшных для многих ценовых означениях, даже при высоких ценах на нефть. Что будет, если котировки Brent и WTI, да и целый весь энергетический сектор сейчас развернется, пойдет вниз, я думаю, что пара доллар-рубль, а при таком сценарии закрепится выше 65. Ну, поговорим, друзья, обо всем по порядку. Мы, безусловно, будем это делать всю неделю, потому что, как ни крути, но геополитика остается центральным событием для всех трейдеров и для всех рынков. Все признали то, что пока что фон, связанный с оценкой, макроэкономические показатели, отошел на второй план. То есть люди не работают с реальным сектором, куда интереснее послушать, как обстоят дела в Сирии, на Ближнем Востоке, и уже раскручивать вот эту тему того, как, собственно, она может повлиять на динамику инструментов. Нефтянка завершила прошлую неделю ростом, 72,44, сегодня мы уже снижаемся. Но, подводя итоги, собственно, торговой сессии пятницы, на чем мы росли вместе с рынком нефти, ну, во-первых, безусловно, были по-прежнему актуальные опасения и риски, связанные с тем, что Трамп все же действительно отдаст приказ о ракетном ударе по сирийским базам. Ну, сейчас он уже постфактум говорит о том, что именно так оно и произошло. И рынок раскручивает этот Ближневосточный конфликт. Следующим образом, я уже об этом говорил, все начинают уже думать о том, каким последствиям этот конфликт может привести для всего рынка углеводородов, разумеется, в контексте поставок на международный рынок. И сейчас эта тема довольно актуальна, потому что у нас есть уже возможность говорить и о последнем докладе Международного аналитического агентства о мировой запасе. Ну, не знаю, насколько вы верите этим цифрам, но давайте верить, все-таки Международное аналитическое агентство нас не подводило и не вводило в заблуждение, скажем, отчетами. Вроде бы как они бьются с действительностью. Вот по статистике действительно мировые запасы снизились. Это все следствие тех мер, которые были приняты с отружеством стран ОПЕК-плюс по снижению объема добычи. Мировой запасы сократились практически в пять раз. Если избыток превышал среднее значение за последние пять лет на 300 миллионов, то сейчас мы уже говорим о превышении. Показатели не на 300 миллионов, а на 50-60. И, конечно же, когда сокращаются избытки, когда рынок близок к балансовому состоянию, когда возникают проблемы с поставками из добычи, тут же идет следом и риск того, что нехватка предложения должна, собственно, оказывать такое вдохновляющее воздействие на рост, на нефть. Второй момент. Это еще тоже со ссылкой на Международное очистительное агентство. Трейдерам понравилась статистика по ожиданию спроса на рост спроса на нефть в этом году на полтора миллиона. И, в частности, Международное очистительное агентство отметило, что ОПЕК очень скоро достигнет своей цели по сокращению избытка приложения. Но очень много, друзья, но. Во-первых, это но связано с тем, что ситуация, касающаяся торговой войны, не то чтобы встанет на паузу, а пойдет на пропятную. То есть конфликт уже не будет, и все, кто потенциально участвует в этом конфликте, в этом противостоянии торговым, договорятся. Не будет, собственно, никаких геополитических проблем, которые мы сейчас обсуждаем. И еще одно большое но. Я думаю, что это но сразу ставит крест вообще на всех тех позитивных прогнозах. То, что штаты объемных добычи не будут расти теми темпами, которые мы наблюдали. Вот в это я абсолютно не верю, потому что объемы производства будут увеличиваться. И на основании тех данных, которые мы получаем от администрации, энергетической информации, еженедельной статистикой, ежемесячной прогнозой, на основании отчета Бейкер-Хьюз, ну, глупо рассчитывать на что-то другое. Ну, как можно верить в сокращение объемов добычи, тогда, когда из недели в неделю мы констатируем обновление исторических показателей по производству, и когда растет количество терминалов. Вот в прошлой неделе Бейкер-Хьюз снова у нас прирост получается с 8,8 до 815 единиц, то есть плюс 7. Но платформа, друзья, я думаю, что в эту среду мы с вами увидим объем добычи уже в 10,6, то есть новый исторический максимум. И если мы сейчас посмотрим на котировки на азиатской сессии, цены на нефть снижаются. Обычно у нас такая динамика происходит, когда трейдеры, ну, в понедельник с большей охотой, может быть, переосмысленным новостным фоном возвращаются к объективным рискам. Вот Бейкер-Хьюз, это отчет, который выходит поздним вечером, его не успевают отыграть, собственно, на закрытие прошлой недели и начинают это делать в понедельник. Это как одно из объяснений коррекции. Вторая причина, почему нефть не выросла, как многие прогнозировали, учитывая то, что ситуация в Сирии вышла как бы на новый уровень кипения. Ну, видимо, потому что вероятность удара ракетного была практически уже заложена в ЦЭП. И, с одной стороны, я соглашусь с этим, потому что Трамп действительно импульсивная фигура. И все, что он анонсировал в плане действий, таких агрессивных, что обсуждалось на рынке, в конце концов реализуется. И сейчас трейдеры с большей проактивностью, что ли, подходят к тому, что слышат. То есть как только обозначается какой-то сценарий действий, трейдеры его сразу же закладывают в цену, потому что, если не сегодня, то завтра это обязательно случится. И вот с Трампом, вот, кстати, шутки такие по поводу того, что Трамп неплохо выпивает на закрытии недели, и кто-то берет его на слабого. В этот момент, а сделаешь или не сделаешь, он берет и делает. Вот, собственно, две недели назад, когда мы большую часть недели жили со спокойным новостным фоном, и в пятницу приходит сообщение о том, что Трамп усиливает протекционистские меры и отдает поручение торговой палате рассмотреть возможность расширения списка товаров, в отношении которых будут действовать новые импортные тарифы. Прошлая неделя, вспомните, четверг и большую часть пятницы, да можно сказать, всю пятницу мы говорили о том, что геополитическая напряженность стизилась, потому что Трамп твитнул, что ракетный удар может состояться, а может и не состояться, сроки еще неизвестны, и в пятницу под закрытие недели, вот, снова здорово, такой фундамент, который влияет напрямую на то, что происходит на рынке. Я думаю, что сейчас нам нужно поддаться вот этой локальной динамике, это коррекция, пока мы отыгрываем Беккер-Хьюз, пока мы уже заложили оценку все, что случилось, я думаю, что без новых витов эскалации вряд ли уже что-то простимулирует еще больше рост цен на нефти, хотя тут же не хочется окарпить. У нас впереди снова статистика, возможно, что в этот раз трейдерам удастся с большей охоты продавцам обратить внимание на реальный сектор и цифры, а поэтому цены на нефть, на мой взгляд, достигшие своего апокея, это все отмечают уже какой-то экстремум, который, ну, является возможным только лишь с учетом спекулятивного драйвера, но спекулятивный драйвер, он не системный, то есть он появляется внезапно и на панике, на волнении понятного интереса цены взлетают, но потом этот спекулятивный интерес проходит. Я считаю, что мы можем делать ставку на коррекцию, и я сегодня понаблюдаю, как цены закроют день и конкретный уровень я предложу вам уже в ходе завтрашней торговой на сессии. Рубль 63,09, друзья, наверное, с учетом угрозы новых санкций все-таки рублю придется не сладко, наверное, около процента ему сегодня предстоит потерять, соответственно, цель ближайшая, где опара будет консолидироваться какое-то время, 65, вот туда пока мы с ним ориентируемся. Доллар японская иена очень хорошо закрыла прошлую неделю, и я думаю, что у доллара есть хорошая база фундаментальная для того, чтобы это восходящее движение было продолжено. 107,21 сейчас котировки. Мы хорошо использовали откаты пары на прошлой неделе, хорошие точки входа были, откупили пару, ждем, а сейчас уровни выше 108, я думаю, что это вопрос ближайших торговых сессий, даже несмотря на ту небольшую коррекцию, которую мы видим сейчас. Если бы рынок хотел паниковать, поверьте, было бы серьезное открытие с гэпом, и пара валилась бы вниз спешными темпами. Но рынок перевалил, скажем, вот этот негативный фон довольно успешно для волатильности, я имею в виду без вот этих рисков каких-то новых динамичных движений, и спокойно, относительно спокойно, конечно же, открыл неделю, я надеюсь, что такие же торги с более интересными драйверами у нас будут дальше, и рынок не будет метаться стороны в сторону, а все же пойдет к тем ориентирам, которые являются оправданными для него. Но отношение доллара и иены – это восходящее движение, потому что у нас с вами есть все возможное, чтобы отыгрывать хорошие данные по инфляции, по заработным платам. Жесткие протоколы, ну, разумеется, слово «жесткие» в кавычках, потому что протоколы подтвердили готовность представителя американского регулятора проводить политику с более высокими процентными ставками. Если сейчас не разбирать отдельные комментарии, голосующих членов сослаться на позицию Джерома Паула, то это единственное возможности, которое позволит превратить перегрев экономики. На этой неделе, друзья, вот признаю, есть такой, на мой взгляд, мощный событийный риск. На этой неделе Белый дом должен вернуться, опять же, к той инициативе, которая предполагает расширение импортных тарипов для Китая. И если США все же не отдумываются и решат и здесь тоже действовать агрессивно, то есть сразу вести и полноценную войну, и торговую войну на разных фронтах, тогда доллару придется, конечно же, снова допустить вперед японскую валюту. Но это пока лишь предположение. Допущения конкретной даты, конкретного срока по этим тарифам еще нет. Допускают, что это может произойти и на этой неделе. Имейте это в виду, держите в голове этот событийный риск, но все же давайте работать с сильной статистикой пока что, с позицией ФРС, предполагающей более высокие процентные ставки, с позицией того же самого Китая, потому что на прошлой неделе председатель КМР Си Цзиньпинь подтвердил то, что китайская экономика будет либеральной, открытой и не склонной к протекционизму. Помните его обещание? Повысить доступ для зарубежных инвесторов в национальный, финансовый и промышленный сектор. Это очень своевременный, это важное, пожалуй, слово, и необходимый комментарий тогда, когда все говорят о торговой войне, все говорят о том, что страны закрываются и начинают поддерживать исключительно национальных производителей. Я пока не вижу супер каких-то серьезных рисков, допускаю, что гипотетически есть один, но он пока не реализован, поэтому будем смотреть вверх по паре доллара японская иена, ориентируясь на цель в 108. Фунт против доллара лучше, скажем, и сказать сейчас нельзя, потому что фунт у нас продолжает расти, и 1,43, я думаю, что возможно даже уже до конца текущего торгового дня мы увидим. Сейчас котировки 1,42,57. Фунт растет на прежнем фундаменте, связанном с двухлетним переходным брейзитом. Фунт растет на ожиданиях майского повышения процентной ставки. И на этой неделе, друзья, собственно, завтра у нас уже обновленный отчет по заработным платам и в среду данные по инфляции. Это самые важные релизы, которые мы будем с особой внимательностью анализировать, потому что на основании этих данных можно будет фактически со стопроцентной вероятностью решить, будут ли в мае повышать процентную поставку. Сейчас есть еще определенное зерно о сомнении, и не все до конца убеждены в том, что май как раз заветная дата и рубеж, когда это решение будет принято. Но я, забегая вперед, хочу сказать то, что статистика будет завтра и в среду на нашей стране, то есть поддержит и британца, и поддержит нашу уверенность в том, что в мае ставки повысят. Поэтому фунт у нас в числе тех позиций, которые мы рассматриваем с точки зрения длинных ориентиров, и ждем очень высокую инвестиционную цель 1,45. Евро против доллара. Котировка 1,2333. На этой неделе у нас данные по инфляции, очередной релиз, который обновит наше представление о том, что сейчас происходит с активностью потребителей и соответствующими потребительскими ценами. И на основании этих данных мы будем снова с вами прогнозировать те изменения, которые могут либо не могут произойти в рамках ИЦБ по ставкам и программе количественного смягчения. Но у нас уже довольно доводов со стороны руководства ИЦБ Драги, со стороны главного экономиста ЦБ Питера Прата, со стороны Леоканна, которого, как вы знаете и должны помнить, я вам рассказывал, может стать преемником о Драге. У нас позиция единая, то что до тех пор, пока инфляция остается сдержанной, а на основании данных по инфляции именно таковое, она и есть. Ничего с монетарной политикой происходить не будет. Поэтому стоит только доллару набраться смелости, чтобы не просто локально оказать давление на ту же самую иену, а выйти на новый тренд, рисковый инструмент, и прежде всего европейская валюта пойдет вниз, потому что против евро будет действовать не только сильный доллар, но еще и явно и четко озвученная позиция ИЦБ о том, что дорогая валюта, дорогой евро, не нужен, собственно, еврозоне. Доллар канадец, друзья, на этой неделе тоже рекомендую вам быть крайне внимательными и включить обязательно этот инструмент канадца в арсенал тех активов, которые вы будете торговать, потому что на протяжении всей недели у нас очень крутые отчеты, в среду решение поставки, справедливое заявление, пресс-конференция, и в пятницу нас ждут еще и данные по индексу потребительских цен инфляции. Точно так же, как и в случае с Англией, это вот инфляция. Мы переварим, конечно же, решение в предстоящую среду о процентной ставке, но на основании данных, которые выйдут в пятницу по инфляции, будем уже четко прикидывать, что произойдет с политикой дальше и что произойдет со ставками в перспективе ближайшего квартала. Я уверен, что ставку не изменят, и комментарии, которые мы услышим от господина Полоза в ходе последующей последовательной конференции, будут основы пронизаны риторикой, скажем, в ожидательной позиции того, что при текущих условиях высокой и крайней формы неопределенности, даже если говорить не проблематику национальную, а проблеме, скажем, торгового противостояния, неопределенности торговой, мировой экономики ставки сейчас действительно для Канады, которая крайне зависит от экспорта, будет очень недальновидно. Я на это, собственно, настраиваюсь, друзья, и считаю то, что парь доллар-канадец, есть сейчас все шансы развернуться. Тем более, что тот рост, который мы видели канадцев в последние дни, он был связан с бешеной бочей динамикой черного золота. И никакими другими факторами объяснить происходящее нельзя и даже не нужно. Поэтому, раз уж мы сделали с вами прогноз о том, что котировки нефти могут оказаться под давлением, нужно также признать тот факт, что канадец также очень интересен сейчас для торговли, скажем, с целью возвращения в район 1.30, речи этого пари доллар-канадец. Друзья, это что касается важных событий и того, какие инструменты мы должны держать на готове в рамках текущей недели. Но каждый день на брифингах я буду актуализировать, собственно, в основной фон, рассказывать о том, что интересного случилось на рынке. Надеюсь, что кто-то из вас прислушивается, для кого-то информация полезна. Сегодня у нас в 15.30 рунчечные продажи по США. Посмотрите на прогнозы, статистика вряд ли отчарует. И я не видел причины, из-за которых у нас могла бы быть плохая статистика на основании последних данных по зарплатам. Поэтому сегодня доллар, японская иена после той коррекции, которую мы наблюдаем сейчас, может развернуться уже ближе к закрытию европейской торговой осессии. А завтра, кстати, день мы будем начинать с протоколов Резервного банка Австралии. То есть на брифинге у меня уже будет возможность с вами поговорить конкретно, потому что будет отмечено. Но уверен, что, как и в прошлый раз, протоколы приведут к тому, что австралийцы, просядет, потому что риторика будет снова смещена в пользу важности сохранения мягкой экономической политики. Да и плюс ко всему, завтра на азиатской сессии выйдут еще данные по Китаю. То есть состояние китайской экономики напрямую влияет на состояние экономики австралийской из-за того, что теснейшие торгово-пахнерские связи по прогнозу по Китаю в квартальном выражении снизится с 1.6 до 1.5. Австралийцы, новозеландцы – это первые и основные валютные инструменты, которые на бередовую вот этого риска и без каких-либо двухсмысленных интерпретаций сразу закладывают этот негатив в собственный курс. Поэтому, говоря про австралийцы, которые сейчас торгуются на отметке 0.7770, я, как и отмечал, уровни довольно комфортные для коррекции. Если вы рассматриваете трейдинг с точки зрения долгосрочных ориентировок, вы уже должны быть в коротких позициях. Друзья, собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами в 9.30 в ходе торговой сессии вторника. В прямом эфире, безусловно, как и всегда, подключайте через перископ, но те, кто смотрит уже запись, напоминаю, что она будет доступна сразу же после прямого эфира на нашем канале на YouTube. Буду бежать вас в курсе. На этом сегодня все. Всего доброго. До свидания.